Телеведущий первого канала Дмитрий Шепелев, работавший на музыкальном проекте «Достояние республики», встретил знаменитую певицу в 2011 году во время записи одного из выпусков передачи. Разница в возрасте у Дмитрия и Жанны составляла почти 10 лет, Фриске была старше своего нового знакомого, но это не помешало им ни на шутку увлечься друг другом. Сплетники распускали слухи о девушке Дмитрии Шепелева, которая живет в Киеве, пока ее мужчина устраивает пиар-роман в Москве с известной певицей. К тому же пара тщательно скрывала свои отношения, поэтому многие поклонники были уверены, что неподтвержденные слухи о романе – всего лишь журналистская утка. Однако под замком оказалась не только личная жизнь Жанны, но и сама певица. Спустя некоторое время после новости о ее романе с Шепелевым Фриске резко сократило количество выступлений и стало реже появляться в свете. В декабре 2012 года стало известно, что Шепелев и Фриске собираются стать родителями. У Дмитрия Шепелева уже был за плечами официальный брак. Длиною в три недели. Мы встречались целых семь лет, рассказал Дмитрий в интервью журналу ОК. Украина. Это была невероятная любовь, хотя надо признать, что головы мы все-таки не теряли и параллельно оба учились. Я, на факультете журналистики БГУ, она, в медицинском. Сыграли свадьбу, но счастливая семейная жизнь продлилась в общей сложности. Недели три. Больше мы не выдержали. Видимо, негативный опыт студенческой семьи надолго охладил пыл Шепелева. Он не спешил снова в ЗАГС, а Жанна не настаивала. О своем желании выйти замуж и стать матерью певицы говорила открыто. Жанна нечасто давала откровенное интервью, но все же не скрывала, что готова отойти от шоу-бизнеса, если в ее семье появится достойный мужчина. И когда этот мужчина появился, новость о беременности не заставила себя ждать. Правда, как признавалась певица журналу Hello в феврале 2013 года, малыша они с Дмитрием не планировали, но тем не менее, оба будущих родителя обрадовались своему новому статусу. 7 апреля 2013 года у пары родился сын Платон. Диагноз Жанны Фриске был озвучен предельно точно, глиобластома, неоперабельная опухоль головного мозга. Те, кто потерял близких из-за этого же диагноза, поклонники и простые наблюдатели, надеялись на чудо хотя бы в случае с Жанной, но, несмотря на активную моральную и материальную поддержку всего мира, победить болезнь не удалось. В 2015 году, в период улучшения самочувствия после активной терапии, Жанна планировала организовать фонд помощи детям, страдающим от рака. Певица уже сделала шаг навстречу этой идее, половина суммы, собранной в ходе благотворительной акции Первого канала, а это около 70 миллионов рублей, была перечислена на лечение детей. В 2016 году продолжить задуманное взялся сам Дмитрий Шепелев. Об этом он писал в своем Facebook. «Мы всегда повторяли, счастье любит тишину. Я остаюсь верен этим словам, потому что Жанна остается для меня абсолютным, чистым, неповторимым счастьем, я твердо знаю, что мы не смогли бы справиться без вас. Я хочу поблагодарить каждого, кто жертвовал деньги для лечения Жанны, молился о ее здоровье, просто думал о ней, желал счастья и сил. Хочу, чтобы вы знали, эти два года, во многом ваша заслуга. Спасибо. Я желаю здоровья вам, вашим близким. И ближайшее время хотел бы сосредоточиться на помощи тем, кто, как и мы, не сдается и борется за здоровье и жизнь». Спустя несколько лет после смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев нашел новую любовь. Сейчас он встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой. В ноябре прошлого года в СМИ появилась информация о том, что влюбленные решили пожениться. Однако официальных заявлений влюбленные не давали. Новостей о свадьбе тоже пока не было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова